Изучая вопрос питания, качественного питания, которое очень колоссально влияет на нашу жизнь, я убедился, что правильно питаться можно и дешево. Я Александр Исаев, тренер по питанию и мы на другой кухне рассказываем вам, как продукты влияют на наш организм, как облегчить себе жизнь на кухне и кормить свою семью правильно. Мы делимся рецептами заморозки, заготовок, чтобы вам было легче и проще. Вот и сегодня еду по делам, заодно и заскочу за покупками и хочу вас познакомить с сообществом «Качество в подарок», которое не так давно ты себе открыл. Это сообщество есть почти во всех соцсетях, у них даже сайт свой есть. Идея или даже цели сообщества «Качество в подарок» это рассказать обычным покупателям о качественных продуктах за недорого. Сообщество объединяет производителей, торговые сети, экспертов и тем самым все рекомендации, которые там даются, цена и качество, они просто супер. Поэтому ссылки на сообщество «Качество в подарок» оставлю в описании, либо в комментариях. Подписывайтесь, читайте и пользуйтесь. Я за то, чтобы не переплачивать за мытые и фасованные овощи. За бренд на упаковке, друзья, потому что чаще всего бренд это намного дороже, чем сам продукт. Лучше всего читайте состав продукта, смотрите, чтобы овощи, фрукты были качественные и лучше всего, если местного производителя. Как раз таки персики, половинки персиков в сиропе это из рекомендованных продуктов сообщества «Качество в подарок». Возьмем, попробуем. Для сегодняшнего рецепта мне понадобится масло, но берите только 82%. И чтобы в составе были только пастеризованные сливки. Овсянка без всяких переплат. Не встречал такого производителя, райское лето, апельсиновый сок в составе без сахара. Хочу попробовать. Вот такие половинки персиков выручат вас в любое время года, когда неожиданно приедут гости. Вот сейчас что-нибудь с ними и приготовлю. Ну и, конечно же, попробуем апельсиновый сок. Хорош, легкая апельсиновая горчинка и вот реально натуральная сладость. Мне нравится. По вкусу ничем не уступает дорогим сокам. Ну, к примеру, дорогущему по 300 рублей G7, а по цене в три раза выгоднее. С этими персиками хочу приготовить крамбл. Ох ты, какие красивые половинки. Смотрите, половинки крупные, поэтому я их вот так вот порезал. На дно формочек небольших отправляем кусочки персика. Для нашей крошки, для присыпки, в равных количествах берем овсянку. Я взял 5 ложек. И любую цельнозерновую муку. Тоже берем 5 ложек. У меня вот нутовая. Персик у нас сладкий, поэтому сахар добавлять не буду. Сейчас масло у меня в морозилке подстынет, и я его сюда натру. Тоже пропорции одинаковые. Берем где-то 5 столовых ложек, может чуть больше. Полученную крошку распределяем сверху и отправляем формочки в духовку. При 180 градусах, в разогретую духовку, минут на 25-30. Ну, ориентируйтесь уже на духовку на свою. Вот такой вот десертик. Сладкий, вкусный. У нас получится. Крам был готов, ароматный чай заварился. И у меня еще есть домашний йогурт, который я вот так вот отсадил через марлю. И получился прям невероятный крем. Вместо йогурта можно использовать шарик мороженого. Обожаю такие моменты. Нежный сладкий персик, хрустящая овсяная корочка и холодный йогурт. Невероятно вкусно. Друзья, и чабрец с мятой мне тоже понравился. Я думаю, и вы сегодня поняли, что качественное, правильное питание не очень дорогое. Обязательно переходите по ссылкам, прислушивайтесь к рекомендациям сообщества «Качество в подарок» и смотрите другую кухню, и все у вас будет хорошо и здорово. Всего доброго, пока! Порция готового десерта обошлась мне всего в 60 рублей. Выгодно-вкусно. Приятно, когда сообщество «Качество в подарок» рекомендует тебе качественные и всегда очень доступные продукты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!